Кликхаус Итак, что мы знаем про Кликхаус? Кликхаус не тормозит. Вот у меня даже на футболке написано. Работает быстро. Всем известно, что он работает быстро. Все это и так знают. А как мы можем иметь наглость об этом вам так рассказывать и постоянно об этом говорить? Как мы можем быть в этом уверены? Разумеется, нам для этого нужны тесты производительности. Так, а слайды включит кто-нибудь? А то я, конечно, так могу рассказывать, но люди должны тоже видеть. Итак, нам нужны тесты производительности. И, конечно, тесты производительности у нас есть. И они были у нас еще с 2013 года, задолго до того, как Кликхаус был в опенсорсе. Тогда Кликхаус в основном использовался для нашего сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. И за основу для тестов производительности мы тоже взяли данные Яндекс.Метрики. Просто взяли и из наших таблиц выгрузили. Ой, наконец-то! И прямо взяли наши продакшн-данные, случайный набор из одного миллиарда просмотров страниц пользователей Яндекс.Метрики. На основе этих данных также потестировали другие системы, потому что тогда, в 2013 году, знаете, мы были еще не уверены в том, что Кликхаус лучший. Сейчас мы в этом уверены. Вот. И на основе тех же самых данных взяли небольшую выжимку и некоторые функциональные тесты тоже стали на них гонять. Вот примерно как это выглядит. Это все видели на нашем сайте. Все нормально. Заострять внимание не будем. Но проблема в том, что эти тесты на закрытых данных. А в 2016 году Кликхаус стал open-source системой и стало как-то неудобно. Что мы все время говорим, что мы, значит, лучше, мы быстрее, быстрее обрабатываем запросы, но эти тесты никто снаружи не может воспроизвести. Значит, что с этим делать? Ну и несколько других проблем. В том, что мы хотим не только какой-то фиксированный набор запросов для этих тестов использовать, но еще, например, добавить некоторые изолированные тесты на регрессии определенных деталей системы. И мы хотим, чтобы их добавляли не только мы, но и внешние контрибьюторы, чтобы любой внешний человек мог взять некоторые данные, желательно с продакшена, и проверить именно свою часть функциональности на них. И что мы, в принципе, могли делать? Один вариант — это просто взять и выкинуть все эти старые тесты, которые у нас были. Ну, это, конечно, можно, но обидно как-то было бы. Можно было бы вместо них взять известные бенчмарки типа TPC-H, TPC-DS, взять открытые наборы данных, как, например, данные по перелетам в Соединенных Штатах открыты, данные по поездкам такси в Нью-Йорке тоже замечательные. Но я могу сказать, что на основе этих данных тесты у нас тоже есть. Они указаны прямо в документации. Если что, заходите, можете посмотреть. Но проблема в том, что мы хотим в том числе проверять, как наша система работает на нашей продакшен-нагрузке и следить за регрессиями именно на тех сценариях, которые нас интересуют. То есть нам для тестов нужны настоящие данные из Яндекс.Метрики. И, конечно, не хотелось бы все эти накопившиеся тесты переписывать. А почему вообще важно использовать данные с продакшена? Ну, вот, скажем, один пример — это сжатие данных. Если взять какой-нибудь сгенерированный датасет, наверняка там будут данные сгенерированы просто равномерно, случайно. В этом случае данные сжиматься не будут совсем. И такой фактор, как сжатие данных, полностью выходит из рассмотрения этими бенчмарками производительности. Но для аналитических с УБД сжатие данных — это, наверное, одно из основных свойств, которые влияют на производительность. И более того, в сжатии данных нет очевидного решения, непонятно, как лучше, потому что это всегда компромисс между использованием процессора и объемом данных на диске. Если интересно про сжатие данных, есть мой доклад с Highload Сибирь в прошлом году. Можно будет посмотреть. То есть, если мы хотим сделать искусственные тестовые данные, мы как-то должны добиться, чтобы они сжимались примерно так же, как настоящие. Второй пример, скажем, нас интересует производительность на вот таком вот простом запросе. Запрос с Грубаем, делаем Грубай по регионам, считаем количество уникальных посетителей приближенно. Типичный запрос для Яндекс.Метрики, хотя на самом деле там все запросы посложнее, но это такая выжимка. Что нужно, от чего зависит производительность этого запроса? Во-первых, конечно, зависит от того, как считается количество уникальных посетителей. Какая там внутри структура данных. Во-вторых, зависит от того, сколько разных ключей агрегации, сколько разных регионов. Зависит от того, сколько оперативки мы будем тратить на каждое состояние агрегатных функций Unique. И более того, для регионов нам также важно иметь в виду то, что данные по ним распределены неравномерно. То есть есть там Москва, Санкт-Петербург наверху, а потом еще много-много других регионов, для которых, может быть, в результате будет там один посетитель, два посетителя. То есть эта самая агрегатная функция Unique должна адаптироваться в зависимости от количества данных. Во многих системах просто берут и используют для приближенного расчета HyperLockLock структуру. Ну вот все знают про HyperLockLock или не все? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну вот. Если просто взять эту структуру данных, она будет использовать фиксированное количество памяти, ну, например, там 10 килобайт, 12 килобайт, например, для всех регионов, даже для самых маленьких. И так мы получим гарантированно низкую производительность, потому что тут важно, чтобы маленькие состояния, там счет идет уже на единицы байт. Так что если мы хотим взять тестовые данные хорошие, в них должны быть те же самые свойства данных, то же самое количество уникальных значений и то же самое взаимное распределение количества уникальных значений. Может быть, не очень удобно говорить, но я это называю свойством кардинальность. А когда у нас там зависимость кардинальности, количество посетителей от региона, это будет называться взаимная кардинальность. Конечно, если мы получим какие-то данные с точно такими же распределениями, как настоящие, то это несколько противоречит анонимизации данных. Ну, например, мы данные изменили, изменили все идентификаторы посетителей, все регионы изменили, и как бы там настоящих данных не осталось, но полностью сохранились все количество. В этом случае я могу из этих искаженных данных восстановить исходные, если у меня есть какая-то информация. Например, я знаю то, что мой сосед за прошлый год посетил семь разных стран и делал просмотр страницей. Я найду всех посетителей, которые тоже в искаженных данных преобразованных посетили семь разных стран. Их будет не так много, и, может быть, я там легко обнаружу, кто из них мой сосед. Так что получаются противоречивые требования и постановка задачи непонятная. Еще пример, почему важно тестировать на настоящих продакшн данных. Ну, например, мы тестируем не систему управления базами данных, а что-нибудь попроще, скажем, структуру данных хэш-таблица. Что может быть проще? Все знают хэш-таблицы, все разбираются, многие даже писали свои. Вот. Но есть проблема. И проще всего проиллюстрируют на примере. Меня пишет человек, говорит, он попробовал, кажется, библиотеку Hopscotch HashMap. Или просто Hopscotch Map. Да, просто Hopscotch Map. Это такая структура данных. Попробовал и говорит, на простейшем тесте она на 60% быстрее, чем хэш-таблица Кликхауса. Я ему говорю, постой, тест абсолютно не имеет никакого смысла, давай я тебе дам настоящие данные. Дал ему настоящие данные, ну, не те, которые из Яндекс.Метрики, а опусцированные. О том, как я их получил, скажу потом. И он говорит, надо же, оказывается, действительно, в Кликхаусе хэш-таблица от 2 до 5 раз быстрее. Почему? Потому что в том тесте он просто вставлял в таблицу идущие подряд числа от 1 до n. Абсолютно бесполезный тест. Ну, почти абсолютно. Чуть-чуть полезный. Итак, у нас есть задача. Получить данные для тестирования производительности, которые обладают такой же структурой, как настоящая production данные, и такими же свойствами для тестирования производительности. Такие же коэффициенты сжатия, такие же кардинальности значений, такие же относительные кардинальности и всякие свойства вероятностных распределений. Но при этом анонимизированные. Постановка задач неформальная, но формальную никто, давайте, не собирался. Надо как-нибудь и так уметь с этим работать. И есть задача максимум. Если мы сможем вдруг сделать инструмент такой для анонимизации данных, которым сможет пользоваться кто угодно снаружи. Ну, например, человек из какой-то компании говорит, на моих данных кольхаус медленно работает. Мы ему говорим, ну, дай нам свои данные, мы потестируем и оптимизируем его. Он говорит, нет, я не могу дать свои данные, коммерческая тайна. А мы ему говорим, смотрите, есть замечательный инструмент, запускаете, получаете такие же данные, даете их нам, мы тестируем, оптимизируем производительность, и он на ваших продакшн-данных будет работать быстрее. Вот если так сделать, вообще круто будет. Так что посмотрим, что мы пробовали. И на всякий случай замечу, что не стоит переоценивать важность этой задачи для нас. На самом деле, этой задачи не было в планах, и никто ее делать не собирался. Единственная была надежда, что просто решение как-нибудь вдруг придумается само собой, какое-нибудь интересное, и в один какой-нибудь хороший день у меня будет хорошее настроение, и много дел, которые я смогу отложить на потом. И первая попытка, весьма естественная, это использовать явные вероятностные модели. Что это такое? Для каждого столбца нашей таблицы будем примерно угадывать, какое семейство вероятностных распределений для него подходит. Ну, например, для каких-нибудь идентификаторов посетителей, пусть это будет равномерное распределение для чисел УИН-64. А для даты посещения, пусть там день недели, будет распределен неравномерно, и коэффициенты понедельника, вторника и так далее будут выписаны вручную. Значит, выбираем семейство распределений по статистике, считаем, какие у него параметры, то есть там для нормального распределения считаем от ожидания среднеквадратичное отклонение, и после этого для генерации новых данных просто будем разыгрывать случайные величины из этих распределений. Итак, я начал писать такой код, и у меня получился такой, так скажем, скрипт на C++, что я в программе явным образом выписываю этот столбец из такого распределения, этот столбец из такого распределения, и проблема в том, что в наших данных о посещениях веб-сайтов еще тогда, в 2013 году, было более 100 столбцов. И я вот стал выписывать, выписал где-то 10 столбцов, и после этого задача вдруг резко перестала быть интересной для меня. И я ее бросил. И проблема в том, что тут не просто выписываем вероятность распределения, тут еще нужны всякие юристики, которые учитывают зависимость между данными. Скажем, один посетитель обычно переходит с небольшого количества IP-адресов. Это что значит? Генерируем идентификатор посетителя, а для генерации IP-адреса используем хэш от идентификатора посетителя, и совсем немного случайности, чтобы получалось немного IP-адресов. Вот. Ну, короче, надоело, и больше этой задачи никто доделывать ее не собирался. Может быть, если бы я был более старательным, я бы взял и за один день 10 столбцов сделал, за другой день еще, и в конце концов написал бы такой способ. Но проблема в том, что это решение, оно еще и необобщаемое. Нужно самостоятельно исследовать эти данные, понимать, что они из себя представляют. В принципе, обобщить тоже можно, скажем, иметь в программе какой-то каталог распределения и выбирать из них автоматически для каждого столбца. Да и зависимости между столбцами тоже можно посчитать. Есть статистика относительно энтропии. С помощью них можно понять, например, что домен от урла является однозначной функцией от самого урла. Но все равно слишком трудоемко и надоело. Вот. Следующий подход, который был к этой задаче, это использовать нейронные сети. Извините, лучше картинку я не подобрал. Но, наверное, эта картинка показывает, что, в принципе, нейронные сети могут подойти для опускации данных. Единственная проблема, я абсолютно не разбираюсь ни в нейронных сетях, ни в машинном обучении, так что я просто дал эту задачу случайному человеку с улицы. И тогда на глаза попалась замечательная статья Андрея Карпатова под названием «Необъяснимая эффективность рекурентных нейронных сетей». Кто из вас читал эту статью? Известная статья Андрея Карпатова. Известный, между прочим, человек. Ну ладно. И я дал эту задачу попробовать человеку, которому надо было делать диплом. Естественно, он подписал соглашение о том, что он может работать с этими данными, получил эти данные и начал пробовать что-то с ними делать. Из особенностей применения первая особенность – это то, что мы должны получать структурированные данные, не просто текст. Хотя текст генерировать намного проще, есть уже готовые способы. А если генерируют структурированные данные, мы просто возьмем таблицу и пусть наша нейронная сеть будет только отдельные значения в ней заполнять. Вот. Ну, естественно, мы попробовали сначала более простой способ, когда мы берем дамп, скажем, в формате CSV, тренируем на нем нейронную сеть, а потом генерируем такой же дамп. И некоторые строчки в нем могут оказаться невалидными и просто не загружаться в базу. Такие строчки будем просто пропускать, и, может быть, там 10%, например, строк загрузится, и нас это устроит. Вот. Попробовали. Ну и на первый взгляд качество отличное. Урлы выглядят как настоящие, но при этом совсем не настоящие. В общем, обнадеживающе. Но есть, правда, проблемы. Первая проблема – это то, что эти нейронные сети тормозят. А я это ненавижу. 100 строк в секунду. Правда, на машине с CPU. На GPU, наверное, было бы быстрее. Да и к тому же у меня есть подозрение, что, может быть, сам алгоритм в этом не виноват, а просто с ним неправильно работаем. Но так как я сам в этой теме не разбираюсь, то и определить это не могу. И с такой скоростью 100 строк в секунду. Человек даже не успеет сгенерировать датасет из одного миллиарда строк до защиты диплома. И это будет провалено. Вторая проблема – это то, что модель получается слишком большая. Мы попробовали ее использовать для данных нескольких гигабайт. А размер модели получился примерно 1 гигабайт или полгигабайта. Что-то типа того. И у меня возник вопрос, а вдруг эта модель внутри себя содержит все исходные данные? Ну или какие-то исходные данные, там номера кредитных карт, еще там какие-нибудь имейлы, IP-адреса. А нам это не надо. Ну, скорее всего, это не так. Но как я могу быть в этом уверен? Конечно, можно применять всякие интересные техники, типа сжатия нейронных сетей, но это никто не сделал. Короче, непрактично. Но не беспокойтесь, человек защитил диплом на отлично. А результаты просто не использовались и были выкинуты. Пришлось пробовать что-нибудь дальше. Еще один очень интересный подход. Мутация сжатых данных. Вот рассмотрим нашу задачу. Нам нужно генерировать данные, которые обладают таким же коэффициентом сжатия, что и исходные данные. Как это сделать? И есть удивительное решение. Надо просто взять сжатый файл и редактировать его напрямую, без разжатия. Тогда размер сжатых данных не поменяется. И данные будут разжиматься примерно с такой же скоростью. Да еще и само преобразование будет работать быстро, потому что оно будет обрабатывать меньше данных. И вот эта удивительная идея, как только она появилась, я сразу же захотел ее реализовать. Правда, проблема в том, что она не решает полностью нашу задачу, решает какую-то другую задачу. Но я все равно захотел это реализовать. Так всегда бывает. Итак, пусть нас интересует алгоритм сжатия LZ4. Будем вспоминать, как он работает. Это алгоритм сжатия из семейства LZ77. Сжатый файл представляет собой набор команд одного из двух видов. Первая команда — это скопировать в разжатый файл некоторое количество байт, как есть, называется литерал. А вторая команда — это повторить те данные, которые были разжаты некоторое время назад, на некотором расстоянии. Например, скопировать 15 байт, которые были разжаты 10… Ну так тоже можно там 10 байт назад или там 20 байт назад. И в сжатом файле можно просто команды оставлять как есть, но редактировать байты из литералов. Тогда в разжатом файле будет по сути ни одного байта не скопировано из исходных данных. Очень интересная идея. Я вот не уверен, что все поняли, что я имею в виду. Но давайте посмотрим, что получается. Получается как-то так. Вот это вот преобразованные урлы. Видно, что повторения сохранились. И я еще добавил ивристику, чтобы сохранять фрагмент HTTP. Просто мне так захотелось. А еще чтобы сохранять некоторые виды пунктуации. Но тем не менее результат выглядит как-то по-дурацки. Это во-первых. А во-вторых, из-за того, что сохраняются все длинные строки и вся пунктуация, мне кажется, что данные все-таки недостаточно анонимизируются. Например, был у нас в URL yandex.ru. А в искаженных данных там будет какие-то сколько? Шесть букв, а потом точка и еще две буквы. Ну и люди легко поймут, что это Яндекс. Это утрировано, конечно, примерно для других данных что-то похожее. Вот. Так что я эту задачу реализовал. Посмотрел, как работает. Работает очень интересно. Но использовать мы это не можем. И решение приходится выкинуть. Вот такая печаль. Дальше. Вот что получается. Мы попробовали три разных метода. Ни один из них не работает. Только настроение испортилось. А когда настроение испортилось, чего остается делать? Остается просто идти и читать случайные страницы в интернете. И вот я стал читать случайные страницы, и на одной из них обнаружил вот такое. Это игра Wolfenstein 3D. Многие играли, многие знают. Анимация сцены гибели главного героя. Экран заполняется кровью путем закрашивания пикселей. Что это такое? На самом деле это случайная перестановка. Поясню почему. Итак, надо закрасить все пиксели экрана в случайном порядке красным цветом. Можно было бы это делать так. Генерировать случайную координату и заполнять ее красным цветом. Генерируют следующую и тоже заполнять. И вот так вот тыкать на экран. Но тогда многие пиксели мы бы закрашивали повторно, по второму разу. И когда на экране остался бы один незакрашенный пиксель, мы бы его очень долго закрашивали, потому что нам потребовалось бы много времени, чтобы в него попасть. А здесь мы закрашиваем каждый пиксель ровно по одному разу. Как это делается? Очень просто. Надо просто взять случайную перестановку всех пикселей и в порядке этой случайной перестановки закрашивать. И есть куча способов это сделать. Скажем, в оригинальной игре в Einstein 3D использовался алгоритм под названием регистр, короче, с линейной обратной связью. Этот алгоритм часто используется для генерации случайных чисел в железе. Но обычно не непосредственно, а берут несколько таких linear feedback shift регистров и как-то их комбинируют. Что это такое, как он работает? Берем какое-нибудь число, скажем, 64 бита, на каждом шаге сдвигаем его на один бит вправо, а тот бит, который образовался слева, мы его заполняем ксором из бит на нескольких фиксированных позициях. Берем вот так вот несколько позиций, ксорим, переносим в начало и сдвигаем. И есть утверждение, что некоторые виды этих регистров, некоторые конфигурации дают случайную перестановку. Правда, они число 0 всегда оставляют как число 0 на месте, но это не важно. Есть и другие варианты. Скажем, если мы число какое-нибудь беззнаковое домножим на нечетное число, будет взаимно однозначное преобразование. А лучше взять какое-нибудь большое число, и лучше не нечетное, а простое, и все будет прекрасно. Или, скажем, операция ксор-шифт. Сдвинули куда-то, а потом по ксорили с исходным числом. Хорошо перемешивает биты. Есть, вот я стал читать всякие случайные страницы в интернете, и пока не понял, что из этого можно сделать. Но я прочитал не только оригинальную статью про то, как происходит закраска в игре в Вашенштейн 3D, но прочитал комментарии на Hacker's News. И в комментариях там была ссылка на другую статью. некоторого Сальваторе Сан-Филиппа. А вы знаете этого Сальваторе как кого? Кто такой Сальваторе? Да, абсолютно верно, создатель Redis. Вот, и он написал в своем блоге статью в качестве ответа, абсолютно не про Redis, там слово Redis не встречается ни одного раза. Он говорит, что для того, чтобы генерировать случайные перестановки, есть замечательное обобщенное решение под названием сеть Фейстеля. Вот тут картинка из Википедии абсолютно непонятная, поэтому я покажу свою. Что такое сеть Фейстеля? Она позволяет взять любую функцию, не обязательно взаимно однозначную. Скажем, можно взять хэш-функцию. Вообще, какую угодно функцию. И с помощью нехитрого преобразования на ее основе получить другую функцию, которая будет взаимно однозначна. То есть это просто какое-то чудо. Берем функцию, которая генерирует на основе данных случайный мусор. Засовываем ее в сеть Фейстеля и на выходе получаем функцию, которая тоже на основе данных генерирует случайный мусор, но теперь взаимно однозначно. То есть этот случайный мусор можно обратить. Как она работает? Берем аргумент, разделяем его на две половинки по битам. Скажем, 32 бита левая половинка, 32 бита правая. Потом на место левой половинки кладем правую, а на место правой половинки кладем ксор из левой половинки и функции от правой половинки. Может быть, ничего не понятно, но это преобразование, один раунд сети Фейстеля можно обратить. Снова берем нашу функцию от левой половинки, ксорим ее с правой половинкой и получаем исходное. И эти самые сети Фейстеля являются основой для некоторых алгоритмов шифрования. Есть утверждение, что если мы берем какую-нибудь криптографическую стойкую псевдослучайную функцию и применяем несколько раундов сети Фейстеля, кажется, 4, то мы получим криптографическую стойкую взаимно однозначную функцию, то есть шифрование данных. И по идее шифрование данных можно было бы использовать в качестве случайной перестановки. Правда, тут есть некоторые технические проблемы, связанные в том, что чтобы сохранить координаты наших данных, мы должны шифровать их одинаковые данные одинаковым образом. То есть был там, например, пользователь Вася, и мы его будем шифровать, например, в Маша. Но каждый раз мы будем это делать одинаковым образом, и у нас было в исходных данных одинаковое количество Вася, а в результативших данных будет точно такое же количество Маш. То есть в шифровании мы как бы используем один и тот же вектор инициализации повторно, что является недопустимым. Недопустимым для задачи шифрования, но вполне возможно в каком-то смысле допустимым для нашей задачи. Вот, тут стоит заметить, что я не очень хорошо разбираюсь не только в машинном обучении, но и в шифровании данных тоже. Но зато остается, по крайней мере, отвага. Так что будем работать. Итак, если брать эти самые случайные перестановки, то у нас полностью сохраняются кардинальности исходных данных, полностью сохраняются взаимные кардинальности. Одни и те же данные, если они повторялись в исходных данных, они продолжат повторяться на тех же расстояниях. То есть данные будут еще и сжиматься, скорее всего, примерно так же. И, в принципе, я хотел бы еще сохранить порядок величин. То есть, если были величины где-то от 1 до 10, то пусть тоже в результате будут величины от 1 до 10. Как это сделать? Я просто разбиваю данные по классам размеров, например, по степени 2. От 64 до 127. И делаю случайную перестановку только в пределах этого класса. И это все подходит для числовых полей. А что делать для строковых полей? Для строковых полей, значит, нейронные сети рекурентные нам не подошли. Мы такие капризные. Может быть, подойдет что-нибудь более проще. Это марковские модели. Ну, все знают марковские модели для генерации текста. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто знает? Ну, чего-то мало. А, между прочим, эти модели печально известны для задачи генерации спама. Вот, а если вы еще не видели, как они работают, заходите на Яндекс.Рефераты. Это старейший сервис, даже не сервис, а так, прикол какой-то. На 1 апреля сделали, а потом осталось. Вот, что такое марковская модель для задачи генерации текста? Марковская модель порядки N считает для текста статистику условная вероятность встретить следующую букву, такую-то, при условии нескольких N предыдущих букв. Вот тут записан пример марковской модели порядка 3. Она считает вероятность всех букв ABV при условии всех возможных комбинаций предыдущих трех букв. И такие модели, они генерируют несколько правдоподобные, конечно, тексты, но примитивные, смешные, бредовые, зато с ними всегда весело работать. Вот пример. Я преобразовал заголовки страниц, и вот получилось. Если это не читать, то выглядит как настоящее. А если читать, то, ну, короче, сами прочитайте. Вот. Но как использовать эти марковские модели? Для них используется генератор случайных чисел, который выбирает каждый следующий символ. А я хочу, чтобы повторяющиеся значения, то есть там, например, www.yandex.ru преобразовалось в какое-то другое значение, но оно тоже для Яндекса всегда было каким-то фиксированным. Для этого я просто вместо генератора случайных чисел беру хэш-функцию. Хэширую исходное значение, и вместо генератора случайных чисел для генерации нового. То есть одинаковые значения будут преобразовываться в одинаковые. А еще я хочу, чтобы значения, которые начинались на один и тот же префикс, в исходных данных, в результирующих данных тоже начинались на один и тот же префикс. Например, были урлы с одинаковыми доменами, а потом после домена идут параметры, они разные, но домены одинаковые. Пусть в преобразованных данных тоже будут одинаковые домены. И вот тут вот необычный трюк, который очень естественный, но в то же время весьма красивый. Мы будем вместо генератора случайных чисел для выбора каждого следующего символа использовать хэш-функцию от плавающего окна из 8 байт в исходных данных. Здесь это показано на картинке. Например, мы генеруем новый URL, HTTP, FTP, Google, KZ, и хотим выбрать следующую букву. Для этого смотрим в исходный URL, в исходных данных. И на той же позиции берем следующие 8 байт. Хэшируем их. Теперь пусть у нас есть вероятностное распределение. Я выписал это вероятностное распределение. Наверное, видите, в нем указано, что там буквы A чаще повторяются, буквы B менее часто. Я беру остаток отделения хэш-функции на общее количество статистики и как бы сэмплирую это вероятностное распределение. И определяю, что следующая буква будет буквой G. Посмотрим, что получилось. Вот получилось как-то так. Заголовки страниц. Там был какой-то сайт, типа наш интернет-магазин, купить бесплатно, низкая цена. Там одежда, обувь. И получилось, что там были заголовки страниц, начинающиеся одинаково, и здесь тоже. И некоторые вещи даже очень интересные, по-моему, бесплатно в большом ассортименте. Но это случайно так получилось. Генератор случайных чисел. Все честно. Итак, что же я получил в итоге? Когда я попробовал это четвертое решение, задача надоела мне окончательно. И поэтому я стал ее постепенно превращать в результат, которым можно пользоваться. Я взял эти случайные перестановки с помощью сетей фейстеля с учетом сайз-классов, взял марковские модели, которые хэшируют там исходные данные. Все это собрал вместе. И у меня получилась утилита под названием clickhouse-офускатор. Эта утилита доступна в пакете с clickhouse-клиентом. Если вы установили clickhouse-клиент, на вашем сервере уже присутствует эта волшебная программа. И вы можете ее использовать. Работает она детерминированно. Для этого вы указываете какой-то seed, случайный ключ, который вы должны выбрать, а потом можете просто его забыть. Но если вы кому-нибудь дадите, то в принципе из него можно восстановить большую часть исходных данных. Подходит эта утилита не только для clickhouse, а для любых табличных данных. То есть вы можете выгрузить, например, дамп из Postgres, из MySQL, обработать его с помощью clickhouse-офускатор, и у вас получатся анонимизированные данные. И самое главное, работает быстро, не тормозит. Ну, быстро относительно данной задачи. Как примерно пользоваться? Просто в командной строке задаем seed, задаем формат входной, выходной. Можно CSV, CSV, JSON на каждой строке. В общем, любой, который поддерживается clickhouse-клиентом. Задаем структуру таблицы, на вход дамп, и на выходе будет офицированный дамп. Есть документация, есть помощь. Прямо в командной строке можно легко пользоваться. В результате нам одобрили, руководство одобрило публикацию этих офицированных данных. Мы их загрузили. Теперь вы можете скачать и использовать их для тестирования производительности. Там на самом деле есть некоторые особенности, которые ставят вообще эту задачу под вопрос. Но я эти особенности говорить не буду. Думайте сами. Результат такой, что уже используется в том числе внешними людьми для того, чтобы оптимизировать лучшим образом алгоритмы, которые есть у нас и не только у нас. Итак, все. Спасибо. Алексей, спасибо большое. Пять минут нам сэкономил, отжал от себя. Друзья, есть вопросы? Поднимайте ручки, смотрите вот раз. Пожалуйста. Пока Алексей получает памятные подарки, призы и обнимашки от волонтеров. Слышу меня? Вот сейчас они обнимутся. Лучше вставайте, пожалуйста, чтобы вас видели. Алексей. Сейчас, как всегда, женщина, и человек занят. Вопрос такой, меня зовут Андрей. Можно ли эти данные использовать для раздельной обфускации числовых данных и текстовых? Например, я хочу, у меня есть, предположим, номера банковских карт, я хочу оставить их как числа, но при этом они будут изменены. И есть FIO, я хочу их оставить как текст. Это возможно с помощью вашей утилиты? В принципе, можно, правда, применять будет чуть менее удобно. Нужно получить сначала дамп числовых данных в том же порядке, в котором таблица была. Ну, в каком-то фиксированном порядке. Офусцировать их и потом каким-то образом подставить на место исходных данных. То есть это два приема, будь сначала я фусцирую числовые данные, потом я фусцирую текстовые? Текстовые вы ведь вообще не хотели офусцировать. Почему? Хочу. То есть числа останутся числами, текст останется текстом? Чтобы избавиться от зависимости между ними? Чтобы невозможно было прочитать исходную информацию, но при этом цифры все-таки остались цифрами, а текст – текстом. Цифры остались цифрами, а текст – текстом. Но, в принципе, это дает эта утилита из коробки. Она сохраняет текст и остаются текстами, цифры – цифрами. Или вам нужно, чтобы какие-то данные вообще не были офусцированы? Нет, все офусцировано. Но, нет, если вы говорите, цифры останутся цифрами, текст – текстом, то вопрос снимается. Так эта утилита и работает. Она полностью понимает типы данных. Вы задаете эти типы данных, и в рамках их она работает. Понял, спасибо. Спасибо. Алексей, а тебе удобно поближе подойти? Да. Пожалуйста, вставайте, представляйтесь. Скажите, пожалуйста, а можно ли с помощью этой утилиты обфусцировать данные не под кликхаус? Да, разумеется. Она не зависит от базы данных. Вы можете обфусцировать просто любой текстовый дамп. Спасибо. На первом ряду еще есть вопрос. Спасибо. Вопрос все-таки по результату. Вот вы с нечеткой постановкой сделали какой-то четкий результат, а вы не давали его, скажем, криптоаналитикам, чтобы они подтвердили его четкость и конкретность, что нельзя из него вытащить что-то прям палево какое-нибудь. Именно так мы и сделали. Только мы дали их не настоящим криптоаналитикам, а некоторому человеку, который носит должность, если я не ошибаюсь, директор по данным. И вот он посмотрел на эти данные и говорит, все нормально. Вот второй ряд, пожалуйста. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, а вопрос изменения данных на лету вставал? Вопрос изменения данных на лету, например, в рамках… Да, ну, если вы работаете с реальной базой данных, но при этом, когда делается запрос, данные на лету изменяются, и выдача происходит уже абусцированная. Как раз очень интересный вариант, и есть несколько похожих направлений для применения этой задачи. Одно из похожих направлений, вот как раз то, что вы говорите, чтобы отдавать пользователям нечто ненастоящее. Хотя для этой задачи меньше спроса, чем просто не давать пользователям данные или давать нули. Скажем, нули вместо IP-адресов. Это зачем пользователей запутывать? Идея в том, что как бы ваша база данных изменяется. Вы же не хотите абусцировать каждый день, допустим, не заново перебирать. А, я понял. То есть вы хотите дать возможность вашему потенциальному клиенту посмотреть на выдачу реальных данных, но при этом это будут реальные данные, а клиент увидит абусцированные какие-то имена и не увидит реальных людей. То есть, например, за год назад все эти адреса превратить в абусцированные? Нет, именно на лету во время выдачи результатов данных. Да, очень интересно. Тут есть несколько соображений. Первое соображение – это то, что, в принципе, алгоритм работает быстро для задачи преобразования данных, но для выполнения запросов на лету может быть он будет недостаточно быстрым. Ну, на самом деле быстрым, но не так, как я хотел. А я всегда хочу большего. Алексей, спасибо большое за... Сейчас, секунду. Алексей, спасибо вам большое за доклад. Вы говорили, что для любой СУБД может использоваться... А скажите, а есть опыт использования 40 с тем же? Никто не пробовал. Интересно было бы узнать. Я не в курсе, чтобы кто-нибудь пробовал, но я не вижу с этим проблем, потому что для этой утилиты она про СУБД ничего не знает. Просто берет текстовый дамп, преобразует и готово. Вы только указываете типы данных. Типы данных вы указываете такие, которые понимает кликхаус, но тут ничего особенного нету, то есть там int, варчар можно написать, но в кликхаусе больше принято писать string. А по скорости сколько занимают в среднем, если генерить, допустим, примерно 50 гигов данных? Вот миллиард просмотров страниц из Яндекс.Метрики, там каждый просмотр страниц, это где-то килобайт в не сжатом виде, то есть это получается терабайт данных. Тут заняло где-то полтора дня. Понятно, спасибо. Да, я забыл сказать, что немножко оперативки там требуются, когда миллиард данных для марковских моделей, несмотря на то, что они на самом деле внутри загрубляются и сглаживаются для подходящей анонимизации. Здравствуйте, спасибо большое за доклад, интересно. Вот, у меня первый вопрос перехватили, потому что у меня первое впечатление было, вот молодой человек, первое впечатление было, что вот этот алгоритм, который вы рассказываете, что он обратим, то есть что данные можно обратно преобразовать. И, наверное, это надо строго проверять. А второй вопрос более практический, а можно ли с помощью вашего алгоритма задавать какие-то констраинты, правила на результат? Ну, потому что эти данные будут помещаться в таблице, которые будут соответствовать, например, существующим структурам, на которых могут быть наложены констраинты. И можно ли задавать зависимость между соседними колонками, так скажем. Спасибо. Насчет первой части по поводу обратимости данных. Преобразование числовых данных полностью обратимо, но параметризовано некоторым ключом. Но этот ключ держится в секрете. И алгоритм, он с одной стороны как бы криптостойкий, но с другой стороны как бы применяется неверно. Применяется неверно, потому что аналогично как бы, знаете, наверное, electronic codebook mode of operation. То есть одинаковые данные одинаковым образом просто шифруются. То есть, в принципе, не очень хорошее применение. Сейчас я отвечу и к вашему. Преобразование текстовых полей необратимо, но на самом деле почти обратимо. Там просто некоторые коллизии будут при генерации хэш-функций. И, в принципе, если дать кому-то некий ключ, который используется для генерации, то подавляющую часть данных можно будет обратить. Это так. Вот. Второй вопрос по поводу констраентов. Нам это тоже пришлось учитывать, и часть констраентов уже реализована. Скажем, те базовые вещи, что строки, которые валидные в кодировке UTF-8, преобразуются в такие же. Но мы это добились того, что просто, когда составляем нашу марковскую модель, составляем ее по кодовым точкам, не по байтам. Но с более серьезными констраентами их придется явно вписывать в эту утилиту, и из коробки они недоступны. Тем не менее, такие вещи, там также присутствуют юристики для сохранения непрерывности временных рядов. Для этого мы официруем не сами значения, а дельты между ними. И сохраняем size классы. То есть, если дельты были маленькими, то и результаты тоже будут маленькими. Что, конечно, вызывает еще больше вопросов. Вот. Теперь ваш. Друзья, еще два вопроса. Вот раз и, видимо, два. А остальное в кулорах. Это такой вопрос про обратимость тоже. По вашему мнению, по расчетам, по тем алгоритмам, которые есть, сколько времени требуется, чтобы подобрать хэш-ключ, основываясь, например, на трех строках и подобности вывода по подбору? На трех строках, выбранных по подбору? Выдает он, например, на выходе Яндекс или какие-то хаотичные данные и перебирать. Угу. Сколько примерно времени это займет? В принципе, алгоритм называется криптостойким, если сложность от задачи такая же, как сложность полного перебора. И в основе используются некоторые примитивы, которые такими свойствами обладают, но за счет того, что они используются неправильно, эти свойства могут быть нарушены, но в основном это достигается только, если у вас есть некоторые еще дополнительные априорные знания о данных, как, например, тот пример, который я приводил, что какой-то пользователь там посетил ровно семь регионов, и вы находите всех таких пользователей. Потом и спрашивается, теперь я могу посмотреть, на какие сайты они заходили, но это не так, потому что сайты тоже преобразованы каким-то образом, тоже офицированы. Но теперь вы, например, знаете, что самый популярный сайт в интернете это Яндекс.ру, а второй там, допустим, Гугл. Берете самый популярный преобразованный сайт, он будет там, например, pupkin.narod.rf, и знаете, о, это Яндекс, и теперь вы знаете, что человек заходил на Яндекс, но не знаете, в какое время, потому что время тоже официровано. Но так, по цепочке, применяете все правила, в принципе, вы что-нибудь можете из этих данных понять. То есть, если ключ получится подобрать, то, в принципе, можно будет все понять. Если подобрать ключ, то, в принципе, да, можно все понять. И, конечно, эти знания позволяют вам подобрать, возможно, подобрать ключ. Там, на самом деле, гораздо больше проблем, и у меня есть одно маленькое оправдание. Оправдание то, что, во-первых, эти данные за 2013 год. Мы опубликовали маленький датасет, пока что из 8 миллионов строк, и он выбран некоторым образом случайно, как что-то типа 1,5 тысячная из каких-то там хитов. Спасибо. Спасибо. И последний вопрос. Или вопрос рассосался там уже. Да? Рассосался. Ну, прекрасно. Алексей, осталось поклониться. Спасибо большое.